18 сентября здесь, в этом кабинете, будет работать мониторинговая группа. Ее задача в режиме онлайн следить за тем, что происходит в пунктах голосования. У каждого будет свой компьютер с большим экраном, куда выведут картинку с избирательных участков. Единовременно в этом кабинете будут находиться 20 человек. Состав группы будет меняться каждые 3-4 часа. Общественный штаб, который будет контролировать ход выборов, в Самаре создан впервые. Чтобы войти в число тех, кто сможет в режиме онлайн следить за ситуацией на участках всего региона, активисты проходят обучение. Работать нужно будет слаженно и быстро. Зафиксировать нарушения, проанализировать, если нужно, выехать на участок и проверить обстановку лично. Если к нам будет поступать информация о нарушениях на том или ином избирательном участке, мы обращаемся к серверу. Для этого необходимо указать примерный временной промежуток номера избирательного участка, на котором имел место факт нарушения. И по прямой ссылке можно будет ознакомиться уже непосредственно с видеозаписью данного фрагмента и произвести оценку той правой ситуации, которая имела место быть. Следить за ходом голосования смогут и жители. Для этого Комитет за честные выборы разработал сайт. Адрес вы видите на экранах. Он будет доступен для всех, кто захочет посмотреть, что происходит. Там будет огромное количество информации загружаться. Но, с другой стороны, хостинг у нас будет, и мы сумеем использовать этот ресурс для того, чтобы наши избиратели видели, что мы делаем, что делают избирательные комиссии, как идет процесс голосования, как подводятся итоги. В день голосования в регионе откроются более полутора тысяч избирательных участков. Большую часть из них уже оснастили видеокамерами. Там, где нет возможности организовать онлайн-наблюдение, камеры будут работать только в режиме записи. Все видеоматериалы будут храниться в течение года. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События.